После продолжительных дождей горная речка Серио наполнилась вот такой вот зеленовато мутной водой. Она увеличилась не знаю во сколько раз, очень-очень. Смотрите. Бестротечная вода несётся вдоль городка. Да? Погода, конечно, шикарная. Солнышко. Осень золотая. Погода до 20 градусов. Смотрите, уточки летают. Цапля прилетела, села на воду. Смотрите, какая красота. Вторая. Есть. Это уточки или гусени, не понять. Смотрите, как они рыбку ловят. Как они ныряют. Нету, нету, нету. Вот и вынырнула. Уточки здесь ютятся на бережку. Разноцветные. Белые, серенькие. Ну, прям красота. Природа завораживает своей красотой. Отдыхается. На бережку дышится очень-очень легко. Я, конечно, этой быстротечной воды боюсь. Но всё же, я рискну сойти здесь на бережок. Он не очень крутой. Как бы мне не сугануть в воду. А то я бы умерла. И так у меня уже эта фобия, что я боюсь воды. Здесь такой небольшой горный ручеёк. Речка не даёт ему вливаться. Так немножко. Вот. Он наполнился водой. Вследствие того, что в речке вода поднялась, и этому ручейку нету места. Смотрите, как уточки отдыхают. Красота. Ну, конечно, воды я боюсь. Вон там, вон горная речка. Она там немножко унесла, немножко берега. Если я туда пойду, я вам обязательно покажу. Бестротечная вода. Как бы у меня это самое. Голова кружится. Я не могу долго смотреть. Вон там небольшой водопадик. Это он специально так построен на, скажем так, на ручейке, чтобы увеличить скорость. Чтобы увеличить скорость воды. И если мы вот так вот посмотрим, то этот ручей, он несёт свои воды. Я быстренько камеру шугану. Несёт свои воды в речку. Речка. Смотрите, какая скорость воды. Это видно даже отсюда. Уточки все резвятся. Они все перебрались в этот ручей. Они все резвятся здесь на воде. А мы пойдём дальше. Итак, что здесь творится. Река горная. Серью. Она быстротечная. Смотрите, как она несёт свои воды. Но реки очень каменистое. Поэтому вот эти гребни такие, вот эти волны, они придают скорости. Вода смела всё здесь на своём пути. Здесь она делает поворот. И она унесла здесь часть берега. То есть она снесла даже часть вот этой дорожки, куда ездили велосипедисты. И люди ходили гулять. Вот теперь они все идут по зелёненькой травке. Она ещё мокрая. Немного ещё вода. Там вдали ещё коровки пасутся. А я любуюсь этим пейзажем. Хотя я очень-очень боюсь вот этой воды. Шум воды. Вот мне голова кружится. Я прям... Ну, прям мне становится плохо. Горы, конечно, красивее. Вдали видно вершины, покрытые снегом. Вон там вдали. Немножко видно вершины, покрытые снегом. Потому что высоко в горах уже выпал снежочек. А у нас ещё красота. Золотая осень. Вот здесь я живу. В этом горном, красивейшем городке. Недалеко от этой церквушки. Под вот этой большой горой. Я уже в центре города. Небо чистое, чистое. Это муниципалитет городской. Здесь всё утопает в зелени и в цветах. И в чистоте, конечно. Здесь светлофоры, переходы. Соблюдаю уличное движение, переходы, светлофоры. Иначе нельзя. Все засмотрелись на эту машину. Ну и я тоже делаю вид умный. Вот она. Ланчо. Вот машинка. Все смотрят, со всех сторон обходят. Она как новенькая копеечка. Ни одной царапинки. Колёсики, диски. Кажется, всё оригинальное. Внутри. Не знаю, можно снимать или нет. Но я всё же рискую. Вот. Смотрите, какая красота. Вот так она выглядит сзади. Что-то там мужчина фотографировал сзади. Не знаю, там год или что. Что-то там такое. И я туда же. Улицы утопают в цветах. Возле каждого магазинчика. Вот такие композиции красивые. Цветут шикарно. Смотрите, какая красота. Ну разве не загляденье? Идёшь мимо витрины. И тут на тебя вот такие фиалки смотрят. Смотрите, которые хмурые, которые улыбаются. На улице по дороге домой попала на вот такой гриль. Здесь жарят каштаны. Вкусные, привкусные получаются. Смотрите, какая красота. Но всё фотографировали, ла генте. Соло процессо. Процессо ди препарационе. Столько людей ждёт, чтобы купить. Вот эти все люди ждут. Стоят в очереди, чтобы купить мешочек с каштанами. Они очень вкусные. Каштаны на огне. И подошёл к концу мой выходной день. Остановилась по дороге в парке возле памятника итальянскому художнику Джованни Батиста Морони. Известному итальянскому художнику. Перед школой растёт вот такая большущая тройная берёза. Смотрите, какая она красивая. Вся покрыта ещё листьями зелёными. Ну, прям красота вознеслась ввысь, прямо к небу. Немного опавших листьев. Зелёная трава. Всё это придаёт итальянской осени особенного шарма. Шикарности и неповторимой красоты. Вот солнышко склонилось к закату. Мой выходной день подошёл к концу. Над деревьями развивается флаг Италии гордо и красиво. КОДКОНОМ Вот и